Всем привет, друзья, с вами Пипа и сегодня мы продолжаем с вами Играть в Зайчика. Давайте выберем наше сохранение. Так, на кафеле в ванной отпечатались следы чьих-то пальцев. Лампочки светили иначе, тускло и тяжело. Даже привкус слюны во рту казался другим. Со второго этажа послышалась мелодия Алладина. Оля пересматривала свои любимые серии «Русалочки» и переключилась на другие кассеты. Я неспешно разделся, задержался перед умывальником, разглядывая в зеркале свое отражение, словно изучая ребус «Найди отличия». Потом поднялся по лестнице. Умолкли голос Джафара и Яга. Я прошел мимо Олиной спальни и юркнул в свою комнату. Давайте посмотрим, что же тут у паренька нашего в комнате есть. Так, «Монстры. Привидения. НЛО». Энциклопедия паранормальных явлений издательства «Росмен». Из нее я узнал про лохнесское чудовище, медузу Гаркону и Бигфута. А Оля от книжек шарахается. Разделы про монстров и пришельцев она все еще как-то пролистывала вместе со мной. Но середина энциклопедии, где говорится про призраков, ее напугала. Помню, прочитав книгу, я даже поохотился за привидениями. Измерял линейку расстояния между предметами на столе и утром проверял, не сдвинулись ли они под воздействием призрачных сил. Не сдвинулись. Хотя, на что я надеялся? Что, встречу Каспера? Да, Каспер же у нас маленькая, доброе привидение. Плакатики какие-то висят. Динозавр. Моя фигурка Трицератопса. Я знаю все, почти все разновидности динозавров. Велоцерапторы, афровинаторы, гипсилофодоны. Блин, ахренеть таких названий ты не выгуришь. Помню, когда мы еще жили в городе, пошли в кино с родителями на парк юрского периода. Я сфотографировался в фойе возле механического Тирекса. Он вертел головой и так оглушительно рычал. Как же было здорово. А рядом игрушка Трансформер Роботек. Обожаю этот мультик. Когда в заставке разгоняется истребитель и пищат бластеры, можно быть уверенным, что ближайшие 20 минут пройдут потрясающе. Космическая фабрика Зентреди захвачена. Рик, приготовиться к бою. Ох, охренеть, я этого всего, конечно же, не помню. Кактус. Так, тут какие-то учебники, да? Так, свет мы не можем выключить. Я мечтаю стать художником с тех пор, как папа купил мне первые комиксы. Журнал Муха, самый крутой. Я особенно люблю большой космический выпуск с инопланетными монстрами и смешную серию про жандарма. С тех пор я рисую все подряд. И вроде бы получается неплохо. Когда-то в Мухе опубликовали мое письмо. Может и мои комиксы однажды там напечатают. Мои лучшие роботы. А нет, работы. Так, хорошо, что еще у нас тут есть? Кружка, карандашики, рюкзак, ведро. Так, вот я только сейчас заметил, что у нас за штор. Кто-то стоит, кто-то прячется. Ну, давайте сначала откроем наш шкафчик. Так, один из ящиков стола пустовал. Туда я спрятал варежку вместе с телефонным номером участкового. Так, где же ты? Вова, достижение получено. Такое простое действие отняло у меня последние силы. Я лег на кровати, и тут я увидел, за шторой кто-то стоял. Моя рука обессиленно упала. Лекарство тому виной или пережитый стресс, но комната колебалась, словно ветер надувал стены, как парусины. Углы плыли и изгибались. Только силуэт между подоконником и гординой оставался неподвижным. Ткань облепила притающегося гостя. Точно саван, подумал я. Оля? Кому же там еще стоять? Я встал с кровати, облизал пересохшие губы. Оля, очень смешно. Силуэт не шевелился. Штора мягко обтекала контуры. Будто не человек, а уплотнение мрака. Я потерял, потянулся к шторке. Тук-тук-тук стучало отрегулированное таблетками сердца. Ветер в поле пил стоголосым хором. На секунду захотелось вернуться на кровать. Лечь и просто смотреть на человека за шторкой. Зная, что он смотрит в ответ. Смотрит не моргая и ждет, когда я усну. Пластмассовые пальцы зашуршали о карниз, когда я рывком отдернул шторку. И ем. Оля, засранка, блин. Зачем пугать? У нас и так, блин, все хреново с психикой после вот этого похода в лес. Да я сразу понял, что это ты. На фоне предзакатного солнца над Олиной головой вспыхнул ослепительный нимб. Словно моя сестра светилась. Когда Оля была совсем крошкой, папа частенько говорил, что она светится от радости. Я возражал, она же не фонарик, чтобы светиться. Но однажды поднес ее к окну, и солнечные лучи попали на улыбающиеся личико. Казалось, я держу на руках ребенка, сотканного из света. А я все видела. Да ну! Что ты спрятал? Вылитая маленькая мама, еще до того, как она нацепила эту маску тоскливой усталости и перешла на приказной тон. Ничего, просто... Оля подбежала к столу, спросила, округлив глаза. Ты что-то украла, теперь прячешь? Ты вор? Что глупое? Ничего я не крал. Всплыл четкий образ, варежка, висящая на суку. А вдруг я ее украл? У леса. У склонившегося силуэта за дверьми. Оля, когда хотела, могла быть капризной и напористой. Покажи тогда. Поклянись, что никому не скажешь. Тогда покажи. Оля заговорчески улыбнулась. Кинусь маминым сердцем! Клятва, услышанная ею в старом фильме про пионеров, что мы смотрели однажды. Оля кивнула и жестом заперла рот на невидимый замок. Любопытство переполняло ее, плескалось в огромных глазах. Я выдвинул ящик, и Оля наклонилась, затаив дыхание. Казалось, там лежала не просто рукавица, а какой-то диковинный зверек. Это чья-то варежка? Она сказала это с такой интонацией, будто сама не могла понять, что это такое. Ты мальчик потеряла. И сам потерялся. Теперь понимаешь, как опасно гулять в лесу, особенно детям. Ему, наверное, там очень холодно. Его найдут? Обязательно. Участковый по домам ходит, всем фотографию его показывает. Оля с опаской пошла по комнате и впечаталась в окно в оконное стекло ладошкой. А почему он по домам ходит, а не по лесу? Боится? Вопрос застал меня врасплох. Милиционеры ничего не боятся. И лес они прочесали. Да как же, мелькнуло в затуманенном сознании. Проверяли ли они в самых потемках этих уголков детьма холод и шепот обледенелых ветвей? Допустим, два. Ой, допустим, да. Но почему тогда не нашли варежку? Или она появилась позже? Для меня. Я сменил тему. Словно пытался отвезти Олю подальше от чащи. Если я сам найду пропавшего мальчика, нам, может, награду дадут? Кучу всякого, как в поле чудес. Клёво же! Оля словно не слышала меня. Она тихо спросила и буравила лес взглядом внимательными, таким внимательным, каких-то удивительных взрослых глаз. А что, если это сова его утащила? Ерунда! Не может сова поднять человека! Ну вот что! Я тщательно подбирал слова, вытаскивал их силком из переутомлённого мозга. Ты в лес не суйся! Мне кажется, он какой-то, как бы сказать, проклятый, что ли. Как в сказке? Нет, скорее, как на той страшной кассете, что родители прячут. Оля поёжилась и украдкой выглянула в окно. Я видела, как ты убегал. За тобой кто-то гнался? Нет, просто, чтобы мама не волновалась, спешил домой. Я смотрел на сестру и сердце обливалось кровью. До чего же она хрупкая, как легко погасить этот свет. Подует ветер и замутит лампадку. Хорошо тебе. Меня вот мама не пускает даже на крыльцо. Как принцесса в башне сижу. Никуда не могу выйти. Так и умру тут от скуки. Не придумывай. От скуки ещё никто не умирал. У тебя же есть я и мультики, а мама с папой скоро помирятся. Знаешь, что бы я загадала на следующий день рождения? Чтобы родители тоже в детей превратились. И мы бы все вместе играли, как раньше. Ага. А если бы они стали размером жука, то мы бы их в спичечный коробок посадили. Оля хихикнула, потянула меня за рукав. Тоша, пойдём Маладина смотреть. Усталость была сильнее желания побыть с сестрой. Меня одолела какая-то гнусная апатия. Ну, пойдём. Ну, пойдём. Мне скучно одно, а мама занята всё время. Можно выбрать другой мультик, который ты ещё не видел. Да я все наши кассеты наизусть знаю. А вот и не все. Ты Питера Пэна не видел. Помнишь, ты уснул на середине? Вот там потом такое? Ну, пойдём. Пойдём. Давай попозже. Рассказать тебе, чем всё закончилось? Утром расскажешь. Утром не захочу. Придумала. А давай в прятки. Нет, Оля. Тогда нарисуй мне динозавра. Оля, блин. Нарисуй, нарисуй. Доставь ты меня в покой. Слова Сами сорвались с губ. Я даже опишел. Прежде я так не прикрикивал на сестру. Ошеломлённая Оля уставилась на меня. Губы задрожали, предвещая неминуемые слёзы. Годливость и стыд заклокотали в груди. Что это со мной происходит? Я заспешил опередить опередить Олен плач. Ладно, уболтала. Давай смотреть мультики. Только недолго. Уже не хочу. Я подошел к ней, положил ладонь на мягкие волосы. Я улыбнулся, поднял её подбородок. Глаза были мокрыми, бездонными. Она протёрла рукавом глаза и засияла улыбкой. Давай ты пока кассету перемотаешь, а я у мамы попрошу сгущёнки с хлебом. Только утром свежей привезли, как ты любишь. Неси, только аккуратнее, а то разольёшь. Опять ругаться будут. Спорим не разолью? Кассета где-то в тумбочке. Поищи пока. Оля исчезла в дверях, а я поплёлся в соседнюю комнату. Ух ты! Ну, обычная советская комнатка. Так, и что же у нас тут есть? В шкаф заглянуть не можем. Так. Нифига себе, смотрите, плакат с Чип и Дейлом есть. Вот эта штука, которая, видимо, у всех раньше была. Вот эта вот пружинка, колготки висящие, кубик Рубика. Так, бесчётные Олины игрушки. Самое главное среди них старый плюшевый медведь. Оля без него не засыпает. А когда спит, завывает носиком взрывается носиком в его мех. Копилка. Свинья копилка. Оля собирает деньги на настоящего щенка, так как папа говорит, что содержать его будет дорого. Эк, что мы ещё тут можем найти? То самое жуткое окно, за которым каждую ночь Оля видит проклятую сову, караулищую в темноте. Днём Оля держит шторы раздвинутыми, но в сумерках плотно зашторивает окна, чтобы не видеть глядящих снаружи жадных глаз. Швейная машинка, кукла тут какая-то, мячик, собачка, ну давайте откроем уже шкаф, не, не можем открыть шоку. Так, старый телевизор фотон, пылится в углу. Осталось только щелкнуть кнопку на передней панели. Кинескоп нагрелся, на чёрном экране привычно заплясал белый шум. Я было потянулся включить видеомагнитофон, как вдруг рябь улеглась и на мгновение вынурнула размытая картинка. Это был мрачный таёжный лес, в точности такой же, как у меня за окном, искажение разделяло экран прямо посередине. Из динамика доносилось нечто зловещее, едва похожее на человеческую речь. Не прошло и нескольких секунд, как пейзаж снова заменил помехами. Неужели ловит новый сигнал? На местном телевидении показывают только советские мультфильмы, да и это очень редко. Раньше я всегда смотрел роботек перед школой. Вот же было здорово. Может пошевелить антенну, вдруг поймают тот самый канал. Но с другой стороны Оля просила найти кассету. Нехорошо будет опять ее расстраивать. И это сонливость. Сил нет делать все скопом. Ну да, давайте найдем уже кассету. Ух ты нифига тут сколько кассет. О предатор смотрите видеокассета у нас с хищником русалочка есть. Ридлер Аладдин 3 Так, что еще? Так, коника у нас, видеокассеты. Блин, прям ностальгия вообще видеокассеты увидеть. Сейчас у меня такие кассеты только на даче пылятся вместе с видеомагнитофоном. А раньше блин, вы что? Так, ну ладно, я прошестил полки, заставленные куклами и голубыми бегемотиками из киндер-сюрпризов. Вот они, их до сих пор некоторые люди коллекционируют и очень редкие они сейчас. Каждая кассета, нужная кассета нашлась по стертому голубому корешку. Я вытряхнул из коробки черный прямоугольник. Зашуршала пленка, переключаясь к началу, ее шелест убаюкивал. Меня сидящего на корточках перед экраном окутал дремой. В голове засветились образы. Мы с Олей летним днем летим над лесом, кувыркаемся на мягкой перине облаков. Сестра смеется, и я улыбаюсь, но улыбка с каждой секундой все натянутей. Я замечаю, что облака разделились под нами, а внизу ощетинились сосны. Меж деревьев хлюпает болотица тьма, а крылья уже не могут удержать нас, и Оля в руках у сестры был поднос с красиво нарезанным хлебом и целой банкой сгущенки. Я протер глаза. на экране Уэнди убирала в комод тень Питера Пэна. Оля веселила мультяшная собака Нэна. Оля намазала хлеб толстым слоем сгущенки и вручила мне бутерброд. Оля озабоченно нахмурилась. Оля куснула бутерброд и сказала с набитым ртом. Оля сполошилась, потрогала себя замочку. Я улыбнулся тайком. Сестра замолчала. Теперь она уминала хлеб, наблюдая за похождениями Питера Феи Динь-Динь и Джеймса Крюка. Словно действительно переместилась в сказочную небыляндию. Что греха таить. Я часто представлял себя там в стране, где нет взросления, не ссорятся из-за пустяков, не слушают ночами ругань за стеной и звон посуды. Я будто затремался с открытыми глазами. В реальность вернул резкий оклик сестры. Боже, скорее, штору задерни! Зачем? Никто же на тебя не смотрит. Уже темно, а когда темнеет, прилетает сава. Я боюсь. Превосмогая усталость, я слез с кровати и задернул штору. Старался при этом не смотреть наружу, на пике сосен, на тайгу, которая в сумерках словно приближалась к дому. Хотя, конечно, это лишь коробящий снег-тени создавали впечатление, что сосны двигаются. есть она! Ты же мне веришь, что она там каждую ночь прилетает и... и... Я порывисто взял Олю за руку, посмотрев ей в глаза, словно пытаясь передать ей каплю смелости и уверенности. Но есть ли эти качества во мне самом? Я тебе верю, слышишь? Ты только родителям больше не рассказывай про сову. У них и так хлопот по горлу, они только рассердятся. Ты мне говори, если что случится и в окно не смотри. Но она хочет, чтобы я смотрела. Перехочет. Притвори, что ее нет и не было никогда, что она выдумка, как родители говорят. Ей ждать надоест, она улетит. Мы следили за приключениями Петра Пэна, будто не было ничего, ни леса, который похищал детей, ни родителей, которые поедали друг другом по кусочкам. Капитан Крюк влепетовал от крокодила, капитан Пэн направлялся в Лондон на золотом паруснике. Чудом я пересидел сестру. Олины веки слиплись, она засопела, опустив подбородок на изголовье кровати. Я встал осторожно и покинул детскую. Я смотрел в окно, изучая поле, когда мама заглянула ко мне. Довольно баловства. Завтра первый день в школе. Ложись тебе надо выспаться. Не хочешь же чтобы тебя все дразнили соней? Как же у взрослых все просто. Словно мой крепкий сон будет залогом того, что я понравлюсь одноклассникам. Натянув одеяло по горло, я услышал, как бормочет дом, как в темном углу шуршит кто-то невидимый. Внутренний голос задался вопросом, хочу ли я снова услышать ту странную флейту? Да или нет, возможно, я взрослею и не могу до конца понять себя и свои желания. Лес стенал за преградой стен. Что-то бесплотное бродило по полям. Шевелились ветви, будто звали. И ветер был, и выл в ночи. Мысли, как назойливые мухи, что лезли в голову, становились вялыми и путанными. я сам не заметил, как провалился в сон. И все-таки он настал. Первый учебный день, которого я боялся больше всего. Ну что ж, ребят, мы закончили с вами первую главу, первый эпизод, и второй эпизод у нас время поиграть, но мы уже будем его проходить в следующий раз, а на этом мы сегодня закончим. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, пишите свои комментарии, ваши лайки и ваши комментарии помогают каналу развиваться. А с вами был Пип, канал Games Reviews, до скорых встреч, увидимся, пока.